Всем привет! С вами я, Дмитрий Хреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня начинают длительный процесс приготовления варёно-копчёного бекона с применением своих многочисленных девайсов. Вакууматора и циркуляционного насоса для сувида. Сначала о беконе. Вот этот отруб называется в Испании панцетта, а в Италии панчетта. В русскоязычной традиции это бескостная грудинка, ну и вот частично кусочек подчерёвка. Так что готовлю панчетту. Сразу сделаю небольшое лирическое отступление для псевдознадоков. Но это для тех, кто будет кричать, что панчетта, она только вот такая, и никаких других не бывает, потому что они были в Италии и никакой другой панчетты не видели. Я поясню. Вот все вы знаете, что такое хамон. Сейчас вы кивнули и представили себе примерно вот такую картинку. То есть тоненько нарезанные ломтики сыровяльного мяса. Самые продвинутые при этом скажут, что настоящий хамон это только в том случае, если копыту свинечёрная, так называемая берийская порода. Так вот, фигня это всё. Хамон в переводе с испанского это окорок, то есть часть туши, задняя нога. Будете смеяться, даже не обязательно задняя нога именно свиньи. Начну пока засаливать. Здесь у меня нитритная соль, здесь морская. Пропорции в описании ролика смотрите. Так вот, приходите в испанский магазин к мясным прилавкам и видите хамон де пава, окорочка индейки, сыр и окорочка, заметьте. То есть вообще не приготовленные. Или куриные окорочка, это всё хамон. Нет, конечно, если вот вы, именно вы, попросите на ломаном испанском или на английском у продавца нарезаться хамона, то он вам будет нарезать именно сыровяленый. Просто потому, что он привык, что туристы просят исключительно сыровяленый хамон. Смешаю пряности, кстати. Здесь можжевельник, чёрный перец. Но вот если вы понаблюдаете диалог продавца с какой-нибудь испанской сеньорой, то обязательно услышите вопрос. Кассида, окруда, варёный или сырой? Ну, в смысле, сыровяленый. То есть, что я хочу сказать. Не надо распространять частный случай, ну, то есть частный рецепт на всё подряд. Так и панчетто. Это именно часть туши, а не какой-то конкретный рецепт. А уж как именно эту часть туши готовить? Сыровялить там или варить, или коптить, или вообще жарить ломтиками? Это вопрос только исключительно ваших желаний. Так что не надо мне тут про единственные нравственные верные рецепты говорить. Не смешите. Итак, так, солью и пряностями натер. Обычно сухой посол рекомендую делать долгим, там от 7 до 30 дней. За это время соль проникает в толщу куска, белковые соединения разрушаются, мясо начинает ферментироваться и набираться вкуса. У меня кусок совсем не толстый, так что я остановлюсь на недельном сроке. А солить буду, запечатав кусок в вакуум-пакет. Почему? Потому что кусок достаточно крупный. И на неделю запихивать в холодильник здоровенный лоток с целым куском – дело неправильное. А вакуумная упаковка позволит без всяких лотков в любой уголок кусок приткнуть. К тому же из куска при посоле будет выделяться мясной сок. А пакет позволит значительно проще и быстрее этот кусок ворочать сбоку-набок и не пачкать руки при этом. Короче, все для удобства. Так, все запечатал и в таком вот виде отправлю в холодильник. До встречи через неделю. Неделя прошла, но она настолько была насыщена событиями, что кажется, порой начинался посол этот, по крайней мере, месяц назад. Тем не менее, продолжим. Сейчас надо панчетой вытащить и смыть с нее перец, ну и выделившийся сок. Предполагаю, что кто-нибудь, быть может, и пренебрег бы этой процедурой и сразу начал отваривать. Но я лучше промою. Почему? Ну, потому что, думается, из кусочков вот этого крупномолотого перца за неделю далеко не все ароматические вещества вышли. И при тепловой обработке вокруг каждого вот такого кусочка будет область излишне пропитанная горечью. А мне хотелось бы получить кусок максимально равномерного вкуса. А теперь обсушим. Как видите, он довольно большого размера и целиком в мою кастрюлю не влезет. Поэтому придется немного отчекрыжить. Ну вот, как-то так. Просаливалась панчетта у меня лежа в холодильнике. Как вы видите, очень плотно упакованная. По сути, в безвоздушном, ну, в безкислородном пространстве. Если бы не нитритная соль в составе посолочной смеси, то была бы опасность развития палочки к кластридиум бутулином. А она в условиях недостатка кислорода выделяет бутулотоксин. Ну, мне он не страшен, потому что, как я уже сказал, нитритная соль есть. А вот для того, чтобы она максимально полно прореагировала с миоглобином, и, соответственно, мясо на этих прожилках было красное, надо дать куску прогреться до комнатной температуры. Так что сейчас закончу обвязку и подвешу прогреваться часа на четыре. А так, вообще-то, можно и на восемь, на десять часов оставить. Подождем. Четыре часа прошло, даже четыре с половиной, и настала пора тепловой обработки. Я буду проводить ее, используя свой чудо-агрегат. Новые зрители, обзор этого девайса и пояснение, для чего я его покупал, я уже делал в отдельном ролике. Щелкайте и смотрите, если интересно. Если у вас такого нет, можно проводить тепловую обработку просто в кастрюле с горячей водой. Ну, тогда температуру вы держите на уровне 75-80 градусов, не выше. Кстати, самые внимательные зрители уже наверняка увидели, что вакууматор у меня новый, потому что старый выжил из строя. Ну, вот такая вот техника у нас здесь продается. Что вы там себе не говорили про Европу, европейское качество. Да, так насчет варки этого куска. И закончится тепловая обработка тогда, когда температура в центре куска достигнет 69-70 градусов. И не задавайте вопрос, а сколько времени займет, если у меня нет термометра? Или если у меня нет такого девайса? Это глупый вопрос. Время зависит от толщины куска, от температуры, при которой вы будете варить, 70 градусов, 75 или 80. В конце концов, время зависит от начальной температуры куска. То есть он может у вас быть 5 градусов, 10, 15, 20, 25. И от скорости мывания куска снаружи тоже время зависит. Вот в этом агрегате есть насос, который воду в кастрюлю постоянно гоняет. Соответственно, в кастрюле, прогреваемой этим агрегатом, кусок прогреется быстрее, нежели в кастрюле, которая просто стоит на плите. Или в мультиварке. Я мультиварками вообще никогда не пользовался, поэтому у меня просто нет статистики, сколько времени займет прогрев до нужной температуры, допустим, куска 7 см, или 9, или 12. И перегревать продукт выше 70 не надо. При перегреве он стремительно теряет сочность. А то потом пишут мне, сделал все как видео, но получилось сухо. Да потому и получилось сухо, что температуру не выдержали. Перегрели выше 70, и вот приплыли. Нет, конечно, чтобы быть сырье не очень хорошее, но чаще всего проблема сухости – это именно перегрев. Вот этот агрегат, в первую очередь, мне нравится тем, что с ним-то никакого перегрева не будет. И следить не надо. Забуду про все часов на 5, а то и на 6. На самом деле, вполне возможно, что вот этот кусок дойдет до нужной температуры, мне внутри, часа за 3, может, за 4. Но статистики нет, поэтому оставлю его часов на 5, на 6. И не страшно, если он нагреется раньше. Температура выше все равно не поднимется, потому что этот агрегат температуру выше 70 установленных мною не поднимает. Ну, теперь встречаемся, наверное, уже завтра. Пока. Обещался встретиться с вами только завтра, но продолжается все тот же самый день. Где-то часа 3 назад закончила вариться эта панчетта. Я ее, естественно, сразу вытащил из полиэтилена и повесил на улице. Во-первых, охлаждаться, во-вторых, обсыхать. Сейчас температура градусов 14, наверное, легкий ветерок. И вот она к этому времени уже подостыла, вечереет, и я на всю ночь оставлю ее коптиться. Постоянные зрители канала прекрасно помнят, мой агрегат для коптения новичкам сообщу. Это дымогенератор. Сейчас я его распалю. В чем его преимущество? В том, что он дает мало дыма. А значит, контролировать количество дыма в объеме коптильни очень легко. И в результате я получаю продукт, который не пахнет чрезмерно дымом. Что мне очень нравится, собственно говоря. Так, выгружаем сюда эту емкость. Закрываем крышкой. Отверстия внизу открыты, здесь тоже открыты. И все, оставляем все это дело на всю ночь. Этого дымогенератора, его объема этих опилок хватает на непрерывное горение тления в течение 11-12 часов. Я буду коптить, ну я завтра понюхаю, либо только ночь, либо может быть сутки. Посмотрим. Ну, а теперь встречаемся с вами уже завтра. Доброе утро. У нас потеплело, как видите. Сейчас, наверное, градусов 16 на улице. Коптилось все это дело с 5 часов вчерашнего вечера до 11 часов сегодняшнего дня. И я думаю, что уже достаточно копчения. Смотрите, какая у меня классная панчетта получилась. Сейчас я эту панчетту поешу проветриваться в тенечке. Для чего? На данный момент поверхность этого продукта покрыта слишком большим количеством этих ароматических веществ дымных. И запах слишком сильный и резкий. Проветривать я буду в течение, ну, по крайней мере, суток. За это время часть слишком резких и резких запахов выветрится. Часть ароматических веществ еще больше пройдут внутрь этого куска при комнатной температуре. Ну, а дальше продолжим и посмотрим, что у нас получится. Продолжение бризонтского балета. Итак, панчетта у меня вытащена после копчения. Она отвиселась здесь при комнатной температуре. 18 часов получилось у меня. Можно было бы еще, конечно, выдержать до суток, полутора. Но я все очень просто, собственно говоря, делаю. Видите, какая-то красивая получилась. Я ее снял. Я ее понюхал. И почувствовал, что сначала тот вот резкий кисловатый запах копчения, который был сразу у этого куска после доставания из коптильни, сейчас уже ушел. И запах копчения стал мягче, приятнее. Теоретически, уже сейчас можно ее есть. Но вот эта шкурка пока твердая. Ну, не твердая, но твердоватая, плотная слишком. Потому что подвяривался кусок, висел здесь, подсыхал. И запахи копчения внутрь этого замечательного рулона пока еще не проникли. Мало времени прошло. А хотелось бы, чтобы эта бочет была насквозь пробитана этими ароматами. Поэтому, для того, чтобы шкурка стала мягче, для того, чтобы дымные ароматы проникли внутрь и выровнялись по всему объему этого куска, нужно провести эквализацию выравнивания. Как это делать элементарно? Я упаковываю сейчас все это дело в пищевую пленку. Вот так вот. И затем оставляю вот в таком виде. В холодильнике на неделю, на 10 дней, может даже на 2 недели. За эти 2 недели. Весь кусок равномерно пропитается всеми запахами и ароматами. Шкурка станет мягче и можно будет есть. Остается набраться терпения и дождаться. Встретимся теперь уже на дегустации. Через неделю, может не через 10. Итак, прошло 10 дней с тех пор, как я убрал этот замечательный бекон в холодильник. И, наконец-таки, настал тот долгожданный час, когда я его попробую. Давайте смотреть, что там внутри. Запах совершенно потрясающий. Вот так вот. Запах. Запах очень мягкий. Очень легкий запах копчения. Само мясо и сало пахнет очень насыщенно. Очень хорошо. Очень хорошо. Так, ну и то, ради чего все это заматывалось, собственно, в пленку на такое длительное время. Шкурка. Насколько она стала мягкой, интересно. Шкурка мягкая, но не идеально мягкая, конечно. Еще, я думаю, может, чтобы полежал бы этот бекончик еще недельку. Завернутый в пленку. Так я его оставлю. Но есть уже начну сейчас. Короче, я очень доволен своим девайсом. Я вот про этот. Про вот этот. При его использовании я абсолютно не переживаю за то, что продукт перегреется во время тепловой обработки. Мне он очень понравился. Я крайне недоволен и раздражен своей покупкой вот этой. Вот этот вот вакуумный упаковщик Стеба. Он у меня во время процесса, собственно говоря, приготовления этого бекона вышел из строя. Несмотря на то, что в нем написано, что сделано в Германии. Я уже отписался, собственно, к его производителю. Брал его через интернет. Они попросили мне сообщить, что конкретно с ним произошло. И ничего не произошло. Просто в очередной раз, когда я его включил в розетку, ни одна лампочка на нем не горит. Ни один индикатор не работает. Вот так. Насколько рекомендую готовить такую классную панчетту-панцетту. Всем удачного клобасирования. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok